Более 4,5 миллиардов тенге выделено на ремонт 104 Талдыкурганских улиц. На эти деньги до конца года построят и отремонтируют более 50 километров дорог. Начаты работы по благоустройству и обеспечению качественной инфраструктурой 12 дачных массивов города, где постоянно проживает 20 тысяч человек. Здесь решаются проблемы с водоснабжением, освещением и автобусным сообщением. Таким образом, приводится в порядок не только городская зона, но и окраины Талдыкургана. Эти и многие другие вопросы стали предметами обсуждения во время встречи главы Алматинской области с населением. На встрече Каната Балзумбаева с жителями Талдыкургана были подняты актуальные на сегодняшний день вопросы. Один из них – очередность и получение жилья из государственного фонда. На сегодняшний день около 16 тысяч горожан стоят в очереди в ожидании заветных квадратных метров. В текущем году в рамках программы «Нурлыжер» в регионе планируется ввести в эксплуатацию более 326 миллионов квадратных метров, а это свыше 1700 квартир. Мы до сих пор не получили даже документы предоставления договора уже в течение четырех лет. Ходим постоянно. Я была вот на приеме у зама города, Нуржан Дарменовича, и была у вашего зама Лязат Махатовича, но как бы никакого продвижения нет. Выходит в такие рамки, что мы вынуждены обращаться к вам и как бы выше, может быть, писать на имя президента. У нас в области с 15 по 20 годы с нарушением законодательства было выделено 1014 жилищ. Это и дома, и квартиры. То есть они, эти вопросы не выносились в заседание жилищной комиссии, там в очереди люди не стояли и так далее. Я лично эту работу буду курировать, и Акимгорода ей лично будет заниматься. Жителей интересовал не только вопрос получения жилья и приватизации, но и переселения из ветхих домов. Они уверяют, что дальнейшее проживание в таких домах представляет большую опасность. Есть большая вероятность обрушения крыши и стен. Глава области дал поручение Акимугорода Осету Масабаеву в кратчайшие сроки решить вопрос переселения граждан из аварийных домов. В области имеется 64 аварийных многоквартирных жилых домов, в том числе в городе Талдыкурган 14 домов, где проживают 353 человека. В 2021 году приобретено 27 домов на 428 миллионов тенге для переселения 67 города. Во время трехчасовой встречи были подняты разноплановые вопросы. Жителей волновало улучшение инфраструктуры города и близлежащих населенных пунктов, отсутствие питьевой воды на дачных массивах, нехватка парковочных мест, доступная среда для инвалидов. Прозвучали и вопросы о январских беспорядках. По данной теме Канад Базумбаев поручил обратиться в городскую прокуратуру, а ее руководству взять на особый контроль. Под пристальным вниманием главы региона и стихийная торговля, из-за которой в центре Талдыкургана царит антисанитария и беспорядок. С рынками надо наводить порядок. Людей, кто торгует, не лишайте рабочих мест. Заведите их на территорию рынков. Пусть этими своими павильонами, лотками, торговыми местами зайдут на территорию рынков. С директорами рынков проведите соответствующую работу, чтобы их там сильно не облагали, не сдирали с них, чтобы на первом этапе как-то это было достаточно льготно для них, чтобы они перешли. Аким области, выслушав все вопросы жителей города, рассмотрел пути их решения и дал поручение руководителям соответствующих органов разобраться с поступившими вопросами, взяв их под личный контроль.